Если вы в меньшинстве говорите, если в большинстве голосуйте, писал американский сенатор 18 века Роджер Шерман. О чем говорят и за что голосуют депутаты Государственного совета Чувашии, в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырочкина. В эфире заключительная в этом году программа «Законодатели». 47,5 миллиардов рублей. Таков объем республиканской казны запланирован на следующий год. О том, сколько денег и на что планируется потратить, министр финансов докладывал депутатам уже как минимум два раза. На публичных слушаниях и при первом чтении на сессии Госсовета 16 ноября. В этот раз она озвучила только конкретные статьи. За счет средств Дорожного фонда в следующем году планируется построить 22,5 километра дорог местного значения, отремонтировать более 300 километров дорог. При первом чтении единороссы были единогласны за принятие такого бюджета. И ко второму чтению ничего не изменилось. Никогда еще не было такого количества денежных средств, влитого в дорожное строительство. В Новочебоксарске 24 дороги, 20 из них приведены в идеальное состояние. Да это бог такой бюджету. 19-20 год, я боюсь сказать, что будем делать в 21, 22, 23 годах, куда тратить Дорожный фонд. Ну возможно, мы не отказываемся, Новочебоксарск найдет, куда израсходовать. Очень большая прибавка, значит, на следующий 19 год и последующий 20-21 год. Это как строительство больниц, ремонт больниц, значит, строительство новых ФАПов. Это также обязательно медицинское страхование получает большую прибавку денег. Это говорит о том, что идет улучшение качества, оказываем медицинской помощи. Идет модернизация наших больниц. Идет закупка новых оборудований. Идет внедрение передовых технологий. Что, в конечном итоге скажется, на продлении продолжения жизни населения Чувашской Республики. Парламентская позиция, которая голосовала против, тоже осталась на своих позициях. К сожалению, не учтены предложения нашей фракции. Фракция КПРФ. Первое. Обеспечить муниципалитеты необходимыми дотациями по предоставлению льгот на оплату стоимости питания детям из многодетных семей. В настоящее время из-за нехватки средств некоторые муниципалитеты республики вынуждены признавать многодетными семьи с четырьмя детьми. Вурнарский район, город АлатРь. С пятью детьми. Аликовский район, город Шумерля, Ядринский район. Лично я голосовал против бюджета, потому что бюджет снова принимали с огромным профицитом, а это дает повод немного, как мне кажется, расслабиться, а и расслабляться нельзя. Надо бюджет принимать с дефицитом обязательно. У нас что, некуда деньги потратить? Куда потратить есть всегда. Однако профицит необходим для сокращения госдолга. А это требование Минфины страны, отметила Светлана Янилина. В итоге 34 голоса за бюджет, 5 против. Решение принято. 47,5 миллиардов. Цифра не окончательная. В течение года бюджет будут уточнять по мере поступлений средств из федеральной казны. Первый транш ожидается уже в январе-феврале будущего года. 21 ноября Государственная Дома Российской Федерации. В третьем окончательном варианте уже бюджет федеральный принят. И отрадно заметить, что в бюджете федеральном с учетом поправки уже в третьем чтении Чувашской Республики получат дополнительные безвозмездные поступления. 3 миллиарда 218 миллионов рублей. В конце года принято подводить итоги. По традиции в декабре чествуют финалистов конкурса «Семья года». Поздравляли победители и депутаты Государственного совета Чувашии. На съемках с большими семьями всегда непросто. Во время интервью они не умещаются все вместе в кадр. У ананивых шесть детей. Анатолий и Марина познакомились, когда еще были подростками. Помните, как познакомились с супругой? Они знают, что через несколько минут и сами выйдут на сцену в звании «Семья года-2018». С детства каждый ребенок в этой многодетной семье знает, что он не один и что родные поддержат его в любой ситуации. Конкурс проводится в Чувашии с 2004 года. За этот период в конкурсе приняли участие более 2,5 тысяч семей. В этом году 156 семей со всех муниципальных образований. «Для любого государства семья – это главное. А то, что семья – это семья, это много детей, это приветствуется, это улучшается демократия, страна становится сильнее, мощнее, появляются рабочие руки, умные головы, люди продвигают страну вперед, развиваются. В этом вся прелесть. И если вы заметили, в последние годы правительством Чувашии, главой Чувашии, столько принято мер по тому, чтобы как можно меньше осталось детей без попечителей родителей. Это здорово, что люди сочувствуют, пытаются организовать детям такую жизнь, чтобы они чувствовали, что они нужны. Все-таки детский дом не заменит никогда семью. А эти конкурсы, они продвигают, продвигают мысль о том, что семья – это здорово». Глава Чувашии Михаил Игнатьев внес в Государственный Совет Республики законопроект об учреждении специальной награды – почетного знака «Материнская слава». «Семейные традиции составляют основу культуры любого народа. На них ориентируются новые поколения. Поэтому так важно распространять положительный опыт семейных династий, что ведут здоровый образ жизни, развивают увлечения и таланты членов семьи, и готовят своих детей к самореализации. Это очень важно». Сейчас в Чувашии более 12,5 тысяч многодетных семей. Исполняющая обязанности председателя Государственного Совета Альбина Егорова и сама выросла в большой семье. У нее пятеро братьев и сестер. «Я вот родила, вырастила троих детей и уже пятеро внуков. Я считаю, что у меня семья самая счастливая. В семье мы узнаем и любовь, и заботу, и внимание, и счастье семейное узнаем. И, конечно же, мы всегда сопереживаем за те неудачи, которые бывают в семье. Это помогает преодолеть все трудные жизненные ситуации. Но самое главное сегодня для семьи – это государственная поддержка, которая осуществляется со стороны государства. И у нас в Чувашской республике тоже государственная поддержка. Именно по инициативе главы Чувашской республики, президента Российской Федерации, они в полной мере реализуются сегодня. Поэтому сегодня молодым женщинам только пожелаю рожать самых красивых, самых любимых детей, чтобы у нас демография была на высоте». Победители определяли и в номинациях. «Самая дружная семья», «Самая спортивная», «Самая трудолюбивая». Все они разные, но, как писал классик, счастливы одинаково. «Семья должна быть семьей, дружной, светлой. Семейная традиция у нас самая обычная, в принципе. Папа любит с детьми кататься на велосипедах летом, кататься на коньках зимой. Теперь мы еще катаемся на ватрушках, нам всей семье ватрушки подарили, нас весело. Ну и семейная традиция – это беречь тепло семьи, семейного очага». И в продолжении темы. Вопрос об учреждении знака материнской славы, а не депутаты Государственного Совета Чувашии рассмотрели на очередной 26-й сессии. Об этой и других темах повестки дня в сюжете. В повестке дня 17 вопросов. Депутаты практически единогласно проголосовали за изменения в законе о государственных наградах Чувашии. С 2019 года в республике появится почетный знак «Материнская слава» – «Оне». Его смогут получить женщины, которые воспитывают пять и более детей. Таких многодетных семей в Чувашии более 700. И неважно, родные это дети или усыновленные. Автор эскиза награды – Игорь Андреев, член Союза художников Чувашии. Проект уже получил одобрение Геральдического Совета России. Основа знака – Косой Крест, принятый в государственных символах республики. Чувашская восьмиконечная звезда. В Геральдике – Косой Крест с восьми лучами. Позволяет сохранять преемственность наградной системе Чувашской республики и сделать знак узнаваемый среди подобных наград других регионов. Почетный знак «Материнская слава» даст возможность получать льготы многодетным матерям при выходе на пенсию. Это, наверное, стимул для наших женщин, прежде всего, которые воспитывают для России, для Чувашской республики достойных граждан. Именно в последующем, уже выходя на пенсию, оформить и получив эту награду дополнительное звание ветеран труда. Оно дает право сегодня получить, и, конечно же, ежемесячную надбавку в виде ветерана труда. Более тысячи рублей в месяц. На заседание Госсовета рассмотрели и другие меры поддержки многодетных семей. Из дополнительных федеральных средств почти 22 миллиона рублей направят на ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка. Всего из федерального бюджета в Чувашию поступит 192 миллиона рублей. Республика стала одним из 40 регионов России, который получил грант за эффективную работу органов исполнительной власти. 80% этих денег направят на укрепление материально-технической базы учреждений профессионального образования. Это была программа «Законодатели». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова